всем привет приехали еще на один литовский курорт называется как здравствуйте свинтое сегодня здесь проходит праздник нет праздник праздник моря праздник рыбака конечно же размах будет не такой как в клайпиде но все равно посмотрим и вот сейчас уже должны стартанули лодки гребля для виктора это всегда очень интересно поэтому мы спешим спешим на греблю вас по традиции берем с собой прогуляемся по городу но это в принципе как бы не город это курортный городок небольшая деревенька но курортный находится в непосредственной близости от латвии отсюда до лепые 60 километров людей смотрю много но знаете как люди пока хорошая погода хотят чего хотят хлеба и зрелищ вот сегодня здесь праздник что-то вот и даже есть поют в кафешках но мы спешим спешим они стартанули в 3 а уже пол пятого надеемся что еще какую-то лодку застанем обычно когда бывает день моря еще какие-то праздники вот здесь большая ярмарка но сейчас не пойдем на ярмарку потом заглянем да 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 вот это вся пешеходная улица она у них обычно ярмарка ух как много палаток а мы пойдем искать греблю как много людей на велосипедах тоже односторонние движения и пол дороги отдали для велосипедистов односторонние или двухсторонние нет наверное двухсторонние потому что вижу машины едут в во всех направлениях и велосипеды и какие-то сувениры и рыба концерты прям в кафе проходят 8 часов вечера магниты шаржи мороженое собачки вот вот здесь как-то даже больше чувствуется атмосфера курорта чем в паланге не знаю почему но тоже дорого самое дешевое если вот сейчас искать жилье на одну ночь сегодня выходной день 60 евро самое дешевое 63 и это еще без постели или свою постель бери или можно купить у них за 5 евро так что вот 70 евро это самое самое дешевое в домиках в домиках а все что там в больших домах гостевые дома отели выше 100 евро такие цены но люди ходят много людей которые больше любят даже швинтой чем палангу говорят что здесь меньше людей но я бы не сказал здесь больше людей чем в паланге посмотрите прошлое видео да здесь больше мы идем искать где же эти лодки и виктор говорит если найдем где-то в домике в деревянном домике хочет переночевать сегодня в швинтой если найдем недорого но дешевле чем вот эти 70 евро то может быть даже и останемся вот аттракционы у них есть янтарь потом сходим погуляем по ярмарке здесь такая целая улица посады что там творится там целый город аттракционов интересно этот осьминог работает или нет катаются люди ой голуби смотри еще не видела чтобы на майке на сумке были голуби вот такая вот тут атмосфера классно мы когда приезжали в мае здесь так скучно было не было людей была плохая погода а сейчас супер вот здесь можно перейти по мостику и там будут соревнования соревнования лодок ну ты знаешь в этих домиках жить вот представь эти домики а там за спиной этих домиков аттракционы эти аттракционы же будут работать до 12 ночи войне не войне не вот так по интернету закажешь приезжаешь а здесь такой дурдом но реально дурдом с каждого аттракциона своя аттракциона своя музыка мне не интересно я даже думаю что и вот в этих домиках хоть они и через дорогу на находятся здесь тоже будет очень-очень весело до 12 ночи а вообще здесь классно река протекает она впадает балтийское море мы спешим а все посмотри как идут еле-еле они же отдыхают вот на таких лодках они соревнуются лодки викингов восьмиместные так все что ли уже смотри а за первое так всего у них две лодки да ребята приехали даже из кода все о какой классный пёс американский акита такой спокойный все ему надоело хочет домой не нориного а если шкур это они поплыли на старт старт там около моста и потом они сюда приплывут на старт внимание марш на скорость поедание салата из максима еще одни ребята пошли на старт это из паланги слабаки слабаки а говорят в прошлом году они взяли третье место мне кажется им чуть-чуть места маловато весла почти друг в друга и пока еще не поймешь что она уже понятно кто первые вот с цифрой один они первые а эти взяли третье место в прошлом году а в этом году четвертые и вот за первое второе место будет клайпецкая команда вот это вот отшвартовывается и еще будет вольво клуб но мы конечно же будем болеть за клайпецкую команду ну да ветра вообще нет а так было бы красиво вот сейчас красиво план ребенок бом интересно сколько раз они тренировались может только первый раз и плывут все вместе у них видно рулевой вот опытный неправильная лодка потому что и лодка тоже должна быть вольво они плывут на каком-то викинге сижу наслаждаюсь соревнования гребля так люблю греблю а в голове все время считает один час 220 стоит 2 евро 20 вот лодка прогребла 220 не лодка следующая через час прогребет еще 220 440 это хорошо что всего только финал и полуфинал остался а так бы получилось еще 220 а вы знаете что 220 я его успокаиваю ну что ты переживаешь ну салат бесплатно поставить паркинг машины стоит мы поставили машину 220 грину один салат 220 он говорит так это один час а если а если мы горит будем больше среди грану 2 салата но в клайпеде не дешевле эти парковки давай оставим в клайпеде и приедем сюда на чем-то пешком придем на самом деле паркинг очень дорогой 220 он сидит не может расслабиться не могу греблей насладиться расслабься не могу зарубал 3 салата но я ему конечно помогла салата вкусный 220 я думаю ты это 220 надолго запомнишь я крючу такой грустный случилось что нибудь он говорит да 220 220 это так кричат болельщики за вольво наверно их мужчины там работают их невозможно перекричать мне кажется там столько человек лодки нет сколько кричит голосистые какие их надо на хор отдать мне кажется клайпедская команда ура i и и и ребята давайте давайте Супер! Клайпеда впереди! Ура! Молодцы! Кричи, не кричи, Клайпеда победила! Ура! Молодцы! Супер! Молодцы! Первое место у Клайпеда. А проходили эти соревнования? Вот здесь эти такие домики деревянные. База отдыха энергетик. Синие и желтые. Я вижу, что в синих даже есть холодильники. Можно приехать поставить машину. Я думаю, что здесь не надо платить за 2,20. Ну вот, есть администрация. Зайди спроси. У вас есть вот этот сотый домик? У вас свободен? Сколько стоит? А вон люди с газом приехали. У них тандыр на газу. Вот, я думаю, что это у них администрация. Вон сидит администратор. Подойди, спроси. И тебе ответят. Зашли, спросили. Трехместный стоит 50, четырехместный 60. Что она еще там сказала? Это дороже, чем 2,20. Ну так да. А что она еще что-то сказала, нет? А, все патогумы есть. А, удобства общие. Вместе. Общие. Кухня, значит, будет, может, общая. Туалет, душ. В общем, можно вот приехать. А, они через этот мост туда попадают, да? А, во как. Ну что, посмотрели? Клайпичане молодцы. Первое место. Довольные идут. А мы сходим прогуляемся куда? На Муге. Кстати, да, вот эта женщина, она работает в мэрии. И она вот привезла свою команду. Мне кажется, я ее в мэрии видела. Мы ее видели, когда этот помощь поднимали на Меридиане. Ну да, она работает в самоуправлении, нет? В перпеле, когда жарили. Наверное, это Космарская семья. А я думаю, что она работает в мэрии. Ну, не знаю. В общем, вот река. Называется так же, как и поселок Швянте. Святая река. Там вон еще домики есть, но там ужас. Прям над головой у тебя будет вот эта штука крутиться. Не-не. Такая вот атмосфера. Водные велосипеды. Смотри, на электробатареях. На солнечных батареях. У нас что-то не надо. Так все равно, наверное, надо, нет? А вот такая плошечка плова стоит только 8 евро. Сидят люди. Ну, надо же где-то кушать. Это мы заехали? Максимум купили салаты и покушали, пока лодки плавали. Но здесь, конечно, сейчас ужас. Я не завидую, если кто-то арендовал вот эти домики, это просто кошмар. Но здесь, конечно, не стоит 2,20. Если ты арендовал какое-то жилье, здесь оно стоит прилично, таких 150 евро. Ой, боже, как страшно. Ребенок на велосипеде. То и паркинг будет бесплатный. Вот, смотри, такие коттеджи. Со солнечницей. Классно. Очень много ездит людей, которые собирают бутылки, чистят город. А вот здесь можно игрушку срезать. И будешь потом ходить с этой игрушкой. Ага, когда едет здесь. Ну, такие красивые игрушки детей. О, беревочку надо срезать. Да, а сколько стоит эта игрушка? Если повезет. Один евро всего лишь. Семсоны стоят, предлагают бургер, пиво. По сколько бургера делится? 5-6, какие-то по 9. Картошка, просто жареная картошка 4. Полные 13,5. Куриные, ну, жареные куриные такие кепсняли. Как по-русски кепсняли, я не знаю. Три штуки 8 евро. А из сыра пончики 9 штук 8 евро. Люди сами себя фотографируют. Стало популярно. Доказательство, что он был святой. А здесь Титаник был. Популярно это палка селфи. Ну, или надо иметь очень-очень длинные руки. Да, в этом Титанике проходят, бывают какие-то концерты. Три поросенка тут есть. Три поросенка. Ай, вон впереди, да, розовый поросенок. А, не три поросенка, а поршалю ройс. А это вот такое продают интересное. Сейчас как будто вафля какая-то. И внутри мороженое по 6 евро. Выглядит, конечно, очень-очень красиво. Вот, сегодня будет петь. Ух ты, ты. Я не буду петь сегодня. Будешь? Они написали, значит, будешь. С какой-то Сандрой будешь петь. Не буду я петь Сандрой. А если хорошо заплатят? Буду. Видите, как быстро меняется настроение. Самое главное, все имеет свою цену. И даже Виктор может спеть, если хорошо заплатят. Сандра и Виктороса. Люди уже идут на тебя, на Сандру и Виктороса. А я буду снимать и хлопать. Пройдемся по ярмарке. Посмотрим, что предлагают. Конечно же, все снимать, как всегда, не будем. Просто посмотрим что-нибудь необычное, что попадет в глаз. Вот, сразу нас встречают картины. Это вообще пешеходная улица. Здесь никогда не ездят машины. Ни в праздники, ни без праздников. Наверху эти такие красные флаги. Это значит, народные умельцы делают своими руками. Вот, смотри, какие волосы из янтаря. Мы какой-то год уже снимали. Говорят, что это просто для привлечения внимания. На самом деле никто так не ходит. Всякие украшения. Рисует шаржа. А как ты там говорил, что мужчины не обижаются на шаржа? Женщина обижается, женщина обижается. У меня друг рисовал шаржа. Говорит, женщинам не надо делать шаржи. Только мужчины. Но художник должен найти какой-то момент и его акцентировать, да? Женщина все равно обидится. Или большой нос, или там большой лоб, или еще что-нибудь. Женщина говорит, все равно обидится. Надо посмотреть. Кстати, есть тут такие блузки, которые я искала на День моря в Клайпиде. Здесь они будут или нет? Как на тебе, она. На мне, да. Но я имею в виду, в продаже будет или нет. Да, вот у людей заставлено какой-то как пленкой, не пленкой. Вот там дальше было. Видно ходят все-таки воры. Вот я говорила, что в Клайпиде мы видели, как ходили. И я думаю, что здесь тоже не исключение. Надо держать ухо востро. Это из-за льна, свечи, мыло. Людей ходит много. Просто едут и смотрят. Вот какие-то костюмы. Все по 15 евро там дальше платья висят. Вот здесь все по 25, по 45. Всякие игрушки. А во какой хвост волосатый висит. Это что такое? Нет, это игрушка такая. Нет, это домовенок. Ты представляешь, как был классный. Но такой домовенок может поместиться в одной моле. Одна моль может его быстро прибрать к рукам, если он настоящий, меховой. Мастер увидела, говорит, есть всякие, поменьше, еще побольше есть. В общем, на любой вкус, только подходи и покупай. Обязательно говорят, дома должна быть одна Баба-Яга. И повесить ее на вход, чтобы она защищала дом. Смотри, майки были по 15, стали по 8. Даже есть вот сумочки с Бабой-Ягой. Здесь платье. Женщина еще надеется, что будет хорошая погода. Мне уже как-то не верится, что будет хорошая погода. Мне уже кажется, что все. Лето закончилось. Вот этот мужчина был в Клайфиде. Эти куртки были. В принципе, все то же самое. Все мигрирует с ярмарки на ярмарку. Даже и глазу не за что зацепиться, когда регулярно бываешь на таких мероприятиях. Вот эти интересные вещи я покупала. У меня есть вот черные. Но вообще они вот разные. Разные, разные, разные. Мужчина привез, сказал, из Португалии. Мед продают. Мужчины сидят, поют. Аллилуйя. Дело к вечеру. Ну, не знаю, будет у них концерт или что-то такое. Как-то в программе я не нашла, что будет концерт. Вот видела только... Уху, это не в этом году, да. Вот я видела только что ярмарка. Эти лодки. И, в принципе, больше я ничего не видела. Что у них еще будет. Что еще будет. Даже не знаю. Ох, как пахнут. Сыры. Какие красивые. Можно попробовать. У нас килограмм стоил 18 евро. Латышская коровка 15 евро килограмм. Он, наверное, как пармиджано. Такой твердый. А, козий твердых сортов. Острый? Обалдеть. Козий острый сыр. Непонятно, как это. Козий острый сыр. А помните, мы покупали когда-то вот этот имбирный напиток и добавляли в чай? Он тоже острый. А, вот они. Орехи макадами. 10 евро полкилограмма. Всякие колбасы. Здесь вот тоже какую-то еду. Смотри, пиво здесь стоит 5 евро. А, пиво 5, квас 4. Я думала, что пиво 4. Но дешевле пиво, чем в Клайпиде было. Здесь продают всякое разное из Азии. И не только из Азии. Вот это вот точно знаю, что из Азии. Еще у них бывает зубная паста. Сейчас не вижу, но именно из Египта. Что-то не видно. Всякие крема, акулий жир, скумбрия 6, сом 16-20. Это за штуку, не за килограмм. И вот здесь можно выйти уже к морю. Когда-то вот здесь, на этой площадке давали уху, варили уху и всех угощали ухой. В этом году ничего нет. Так что праздник моря заключается только в ярмарке. И лодки. Вон пони стоит, можно покататься на пони. В общем, идем на море, а я плавки забыл в машине. Нормально? Ты же взрослый. Тебе есть 18? Срамота. Идем к морю, здесь так интересно. В общем, эти машины стоят, тоже зеленая зона. Вот эти, которые с этой стороны. А здесь большая площадка. Ее недавно совсем сделали. И написано, что заплатить надо за стоянку только, когда будете выезжать. Но нет цены. Люди тоже ходят, смотрят. Интересно, сколько стоит вот паркинг. И нигде нет, чтобы вот какая-то была цена. Кстати, вон сцена есть. Значит, здесь будет какой-то концерт. Уже кто-то там настраивает свою аппаратуру. Значит, что-то будет не только ярмарка. Отлично. Концерт. Здесь есть два пути. Два пути. Два пути. Или так идти на море, или так идти. Если сюда пойдешь, то здесь будет три сестры. Вот, сидит кто-то, стучит в барабан. Освободили весь паркинг специально для концерта. Что-то будет. Во сколько-то что-то будет. А там что-то собралось много людей. Готовят рыбу. Да, варят уху. Вот, когда-то мы были уже здесь на празднике моря. Уже было такое, да. Очень большой костел. Пока сваришь. Зона отдыха такая. Называется лагуна. Внизу ресторан. Сидит очень много людей. Находится все это уже непосредственно вот прямо около дюн. И здесь также можно арендовать. Арендовать жилье и жить вот в таких домиках. Но сейчас вот на эти выходные свободных мест нет. Карбонат на 17 евро. 18 евро просто карбонат. Так что твой паркинг за 2.20 это еще мелочь. Непосредственно в дюнах тут прям базар. Янтарь продает. Какие-то украшения, духи. Уже людей в дюнах нет. Ну, время 6 часов. Ветерок. Ух ты! На парусах по морю. Ага. И такие тучи. Мне кажется, что эти тучи что-нибудь принесут. Если в прошлом видео мы были в Паланге и пляж был такой узкий, но волны съели кусок пляжа, то здесь, посмотрите, широкий пляж. Классно. Здесь даже вот как будто дюны, да, смотри, люди лежат. Непонятно. Вот дюны, в принципе, там, но вот здесь почему такая площадка с травами, как будто раньше здесь тоже были дюны. Но они же имеют такое свойство осыпаться, пески гуляют, ветром их носят. Людей не очень много, но уже 6 часов. В городе было очень много людей. А там сколько их в сторону Паланге? Штук 40, наверное, летает этих парашютов. Но тучи, тучи. Кафешка прямо на море. Гоняет на водных мотоциклах, бананы. Вот прямо здесь спускаешься, это центральный вход. Там дальше остатки порта, который был здесь в Шуэнтое. Желтый флаг, купаться можно. Тоже лежаки сдают, переодевалки, мусорки. И везде-везде очень-очень чисто. Мы купили пирог курщену и хотели его здесь на море съесть, но они не дадут. Они едят. Так они не понимают. Ты им объясни, что это невкусно. Монок скука ходит вокруг людей. Большие, очень большие. Там вон маленькая ходит, а эти прям такие как гигантские. Ага, мужчина яблоко взял. Ему пасут сразу. Да, вот берег какой-то интересный. Такое ощущение, что раньше здесь была вода. Как-то непонятно. Он такой утрамбованный и такая горочка. И пошли волны. Это, конечно же, не очень большие волны. Диди Лизбангас. Но все-таки что-то есть. Вечно они здесь купаются. Получается, как ванга. Да, вот здесь поглубже, а там дальше опять мелко-мелко. Но это место для водных мотоциклов. Непонятно, почему люди здесь купаются. Здесь же даже ограждено. Но обычно там, где водные мотоциклы, лучше не купаться. Мало ли что. Может, кто-то арендует водный мотоцикл, а не очень хорошо умеет им управлять. Но люди вот рискуют. Бананы. Обычно они на бананах. Ну, по крайней мере, мы видели, так было в Индии. Последний заход уже к берегу. О, они специально так едут, чтобы банан перевернулся и все люди перевернулись. О, смотри, баня есть. Вон, я думала, что это спасатели, а это баня. Ага, классно. И потом сразу бежать в море. Супер. Это вот кровать, на которой можно гонять в море. Они вас покатают сколько-то минут. Ну, кто хочет острых ощущений. Нарисовано, что с собаками нельзя. Если надо позвонить спасателям, телефон 1509. И вот если написано, такой знак, яма. Купаться запрещено. Не ходите туда. Не ходите, потому что у нас обратное течение. Можете попасть в этой яме и будет все. Здесь колодец рыли. Да, вот такой момент. Никого нет. Там дальше опять люди. А здесь как-то так вообще спокойно. Можно уединиться. Дети только роют. Замки и колодцы. Всегда так интересно. Хочется дорыться до воды. Но она здесь быстро приходит. Вот, уже есть вода. Можно сделать такую ванну, бассейн и лежать. Пресная? А я думаю, соленая. И сип. Вот, наверное, будущий строитель. Это прораб. Прораб? Нет, прораб должен стоять рядом. А это сам строитель. Он все сам придумал и все делает. Вон, смотри. Вот, это стоит мужчина. Это прораб. Это руководитель. А девочка работает. Ох, какие точки пошли красивые. Вон, эти чайки большие, маленькие. Здесь широкая полоса пляжа. Широкий берег. Очень широкий. Примерно как бы были в Лепой. Там еще шире. На велосипедах песок твердый. Классно на великах кататься. Здесь был порт. Приходили корабли. Всякие торговцы. Возили свой товар. Именно вот отсюда. А сейчас остались вот только такие, как их назвать, зубья. Остались столбы. Стоят. Ничего их не берет. Ни ветер, ни соль, ни вода. А там дальше за ними как раз и будет то место, где впадает река Швянте в Балтийское море. Она довольно-таки глубокая, но есть места по морю. Можно перейти на тот берег. Иногда специально говорю неправильно, чтобы вы написали. Потому что вас же по-другому не заставить написать. А если сделаешь какую-то ошибку, вот тогда вы пишете. Виктор накрывает вторую поляну. Первая была около лодок. А здесь будем кушать пирог. Квас купили. Вот с таким хорошим видом. Кофе? Кофе. Здесь вода убежала. Ага. Но здесь очень глубоко. Здесь не перейти. Кажется, совсем недалеко этот берег, второй берег. Но здесь не перейти. Вон там люди ходят по морю. Вот там можно перейти. Люди хотят перейти на ту сторону. Я говорю, здесь не перейдете, надо идти по морю. А мужчина пытается идти. Ему уже вон по грудь с того берега сюда идет. А он не пройдет. Ну, все, поплыл. О, Куршену Винетинис. А Куршену называется, знаешь, почему? Нет. Когда-то траву косили, сено оставили, вода поднялась, и все сено унесло. Пришли мужики и говорят, Куршену, Куршену. Где сено? Где сено, где сено. Попало. Но это очень вкусный пирог. Ты его так долго открываешь. Да. Вот, это самый вкусный пирог. Еще грильяжный торт. Мне больше шоколадный нравится. Виктору, конечно, шоколадный, а я обожаю вот этот. И еще грильяжный люблю. Вот, смотри, сметонишка. Сметонишка. Помнишь, мы были в музее сметоны там? Да. Сметонишка Гера, но она не из сметаны. Нет. Итак, шампанское. Видишь, она темная. Темная шампанское. Ра-ра-ра, уби, не мой. Давай. Не успела на водном мотоцикле. Такие канды-бобры вытворил. А что он тут сделал? Перегнал его 10 метров? Надо переходить. Море не здесь. Юг вас. Очень вкусно. Море надо не вот здесь, а вот здесь. Вот отсюда идти, и там будет очень-очень мелко. Мы ходили. А если здесь идти, то здесь не перейдешь. О, на байдарках, смотри. Байдарки классно. И мужчина попросил, говорит, перевези меня на тот берег. Он говорит, не, я не повезу. Можно обойти через нас. По воде. По воде. Он там раз и все. Или там. Ну? Наш фирменный квасок хорошо бьет у носок. В море пошел. Ой-ой-ой, как страшно. Такая скорость. А вот они откуда. Представляете, мы были в Паланге. И в прошлом видео вам показывали. Ребята на лодке продают рыбу. С лодки. Плывут по берегу моря. И вот подплывают. Потом опять 200 метров еще проплывают. И продают рыбу. У них вот был холодильник. Вот они. Откуда? Значит, здесь у них база. Здесь они коптят эту рыбу. И возят в Палангу. Устали. Сидят такие. Интересно, все продали или нет. Здесь, конечно, это место очень классное. С одной стороны такие палки старые. С этой стороны камни, река. И там дальше опять камни. Вот такое место. Вечером очень хорошо. Не жарко, не холодно. Ветерок обдувает. Люди остаются. Еще будут встречать закат. И так интересно. Смотри, вот там судно стоит. Далеко-далеко. На рейде. Около. Должно стоять около Клайпида. Почему она здесь стоит? Я думала, они ждут вход в порт. А здесь же до Клайпида далековато как бы еще. Это кутинги, это нефть переливают. Гоняют на водных мотоциклах. Супер. Очень хорошо в Швинтое. Очень хорошо. Даже не могу сказать, где лучше, в Паланге или в Швинтое. Но здесь сегодня чувствуется, что ты находишься точно на курорте. И вот здесь находится скульптура «Три сестры». Женщины позируют. Ну что, из песни слов не выкинешь. Но если она вот так видит себя около этих трех сестер, ничего не поделаешь. В прошлом видео я показала кофточку, которую купила на День моря. Такая оранжевая, кирпичного цвета. И вот эту тоже я купила на День моря у той же женщины. Только здесь нитка, как она сказала, не лен, а итальянская нитка. И здесь нет льна. Видно все? Фотограф, ты меня сними в полный рост. Ты сними, сними меня, фотограф. Кофточку надо показать не только спереди, но и сзаду. Чтоб никто и не подумал. Чтоб никто и не поверил. А дальше... Дальше слов не помню я. Это ангар, в котором хранятся портовские всякие лодочки. Здесь можно также арендовать и поставить свой катер или свою какую-то лодку. Это вот именно ангар для лодок. Этот водный мотоцикл уже поехал прицепом на машинке. И, кстати, у них какие? У машины немецкие номера, а у прицепа литовские. По чуть-чуть стали собираться люди, но не очень много. Возможно, потом, когда уже концерт будет в разгаре. Обычно там же в начале на разогреве бывает одна команда, компания потом другая. Может, потом соберется больше людей. А пока вот только-только все начинается. Наливают рыбный суп. Уху! Просто так бесплатно раздают людям в честь праздника. Молодцы! Это у них проходит каждый год. Если хотите, можете какую-то копеечку бросить. Ух ты! Мужчины даже что-то выпивают. Ух ты! А, это что за такой сказочный двухэтажный экскурсионный автобус? Какой классный! Маленький-маленький. И стоит очередь. Стоит очередь. Люди хотят ухи. А почему бы и нет, если угощает город, угощает праздник? Ну, как интересно, у них много мест, где поют. Живая музыка вечерами. Там в 7-8. Там ты будешь петь. Здесь вот еще какой-то мужчина. Когда-то в Швинтое не было нормального продуктового магазина. Какие-то киоски были. Сейчас у них тоже есть и Ки, и Максима. Так что можно приезжать и, допустим, арендовать что-то без кухни. Ой, то есть, наоборот, с кухней. Арендовать с кухней и вот зайти в магазин, купить продуктов. Не обязательно вот их кафе. Да, они хорошие. Но они работают только летом. Такие пляжные. То есть, уличные. Я уже устала, наверное. Все путаю. Ух ты, боже мой, ребенок на самокате. Вот совсем живут. Второй вообще ребенок. Как это опасно. Почему родители отпускают одних? На, куда ты поедешь? Людей сбивают. А, скорости какие? Ужас. Вот родители не смотрят за детьми. Отпустили кататься и думают, что все хорошо. Здесь у них очень хорошая такая площадь. Здесь тоже проходят разные мероприятия. В прошлом году, мне кажется, концерт как раз и был здесь. Ставят сцену. Здесь такая площадь, фонтан. Можно посидеть. Место привлечения туристов и горожан города. Посетили курорт Швентое. Настроение во. Напишите комментарий, понравилось вам или нет. Мне очень понравилось. Море и речка. Аттракционы, музыка, ярмарка. Все, что хочешь. Уха бесплатно. Лодки. Лодки гребли. До свидания. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.